Фонтаны В подготовке к 110-летию со дня рождения Михаила Александровича Шолохова был построен фонтан и также с прочими благоустроительными работами в станице Каргинской. Ну, будем говорить, мы начинаем данную работу с крупных поселений, но на перспективу будем работать и в других центрах сельских поселений. Пять лет назад в станице Каргинской газета наше время проводила День подписчика, большую, радостную, широкую встречу от всей души. Мы провели очень много часов работы, чтобы подготовиться к ней, снимали различные сюжеты, писали репортажи. За пять лет очень многое изменилось. Мы приехали сейчас в Каргинск и не узнали ее. Что изменилось, мы вам сейчас покажем и расскажем. За пять лет у нас в станице Каргинской произошли колоссальные изменения. Весь центр преобразился у нас. У нас прошел ремонт сценической площадки. На площадке у нас фонтан сделали, первый в районе у нас. Приобрели детскую игровую площадку. Дети у нас теперь с удовольствием играют. Поставили мемориальный знак с помощью казачества нашего. Капитальный ремонт центральной улицы, улицы Советской. Была заасфальтирована и проложены тротуары. Переолок Шолохова у нас был заасфальтирован. Были проведены текущие ремонты большого количества дорог по станице Каргинской. Перед этим у нас прошел капитальный ремонт водопроводных сетей в станице Каргинской, которые были уже сильно изношены. Очень часто ломались. Был проведен. Теперь люди у нас чистой водой пользуются. При поддержке правительства области была приобретена и установлена хоккейная коробка в станице Каргинской. Теперь наша хоккейная команда «Авангард» с удовольствием в зимнее время занимается тренировками. Дети занимаются фигурным катанием, хоккеем. В прошлом году была у нас построена многофункциональная спортивная площадка при поддержке «Газпрома» и правительства области. Не только в станице Каргинской было благоустройство было. Был проведен газификация хутора Попов, хутора Латышев. В хуторе Попов тоже поставили детскую площадку в прошлом году буквально. Так что теперь у нас дети не только в Каргинской, но и в Поповской. Мы проводим субботники практически, погода позволяет еженедельно. Ну, массовые субботники, когда выходят все. Это апрель, май, а также к значимым датам. Это 1 мая, 9 мая, день независимости России, также к дню станицы в сентябре. Это массовый выход. А в прочее время мы работаем, подметаем, убираем мусор. Свалочные очаги мы уже забыли, что это такое. Люди уже приучены. У нас нет у них санкционированных свалочных очагов. Ну, вдруг где-то если появляется, то тоже убираем. Но это уже исключение из правил. Планируем все-таки в 2018 или 2019 году осуществить благоустройство сквером. Мы будем корректировать смету. Обязательно учтем мнение населения по насыщению этого сквера. Там должны быть и детские площадки, и пешеходная дорожка, и озеленение. Субтитры создавал DimaTorzok